Сегодня мы гораздо рациональнее, чем раньше. И это неудивительно. Жизнь сильно изменилась. Заботясь о будущем своих детей, мы стремимся обучать их английскому языку, устроить школу-банк. Материальный вопрос для многих сегодня решающий, что вполне правомерно. Вот жаль только нельзя так. Сначала богатство нажить, а потом душой заниматься. Приходится всё делать одновременно, в комплексе, чтобы не повторить судьбу бунинского господина из Сан-Франциско. Наши съёмки проходили в Ярославской школе номер 75. Это школа с углублённым изучением предметов эстетического цикла. Вы знаете, так приятно чувствовать твёрдую убеждённость в своей правоте тех людей, с которыми нам довелось общаться. Я в этой школе учусь уже три года. Я приехала из Литвы. А Ольга Юрьевна, Ольга Игоревна, у нас уже два года тут. Я ничего не жалю. Даже очень рада, что попала в эту школу. Я слышал, как скатился, ручей свысок искал. И в кожучем играет, да и вон бежал. Не зная, что со мною, и что в него менял. Но следом за струёй, в горы спустился я. Я в школе в вашей уже не первый раз. И вот у меня такое чувство всегда, что здесь какая-то очень такая хорошая аура. Вот скажите, это как такое стечение обстоятельств? Или всё-таки, так сказать, вот что-то целенаправленно в этом плане делается? Ну, во-первых, это чувство не только у вас. Потому что когда Ольга Игоревна пришла первый раз в эту школу, она отметила именно это, что чувствуется, вот какое-то добро расплывается по коридорам школы. Поэтому, но я-то это отношу к тому, что, в общем, в школе очень много интересных педагогов. Завуч по учебной работе несёт на себе, вот что ли, такой эмоциональный тонус этого. И уроки, когда вот даются открытые уроки, в общем-то, учителей поражает именно это, что наряду с каким-то обучением на уроках идёт поток добра в душу ребёнка. И любой материал теоретически, он подаётся вот на фоне такого воздушенного, очень душевного состояния. Вот у меня такое... От этого. Извините, а вот у меня такое было впечатление, что вот именно методика Ольги Казянской в том и заключается, что именно вот этот, как вы говорите, поток добра. То есть это основное, наверное, да? Это, наверное, основное. И потом воодушевление, ведь, в общем-то, Ольга Игоревна, это, ну так назовём, фанат своего дела. А когда человек фанатично любит свою профессию, он не может её на зле нести. Он, естественно, и несёт её на возвышенных эмоциях. Без этого невозможно. И я ещё раз говорю, что вот и в начальной школе у нас, и учителя литературы, вот есть много таких педагогов, которые несут этот заряд. И поэтому, наверное, вот и отношения с детьми складываются немножко другие, не сухие. И поэтому такое добро бродит по нашим коридорам. Вы знаете, вы счастливые люди. Сейчас вот как-то все говорят, что там плохо, а вот у вас есть вот такое действительно добро, есть силы, главное для этого. Нам приятно и общаться друг с другом, поскольку вот общение не проходит на материальном уровне. То есть это нас беспокоит. У детях находим отклик на эти наши эмоции. И дети воодушевляют. В общем, не хочется как-то о грустном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть в методике Ольги Казянской что-то альтернативное, противоречащее общепринятым понятиям о музыкальном образовании. Педагог она не строгий, добрый и признает это без стеснения. Труд музыканта издавна считался каторжным. Например, известного композитора и пианиста Ференца Листа надолго запирали в комнате, где он один на один с роялем был просто вынужден посвящать музицированию долгие часы. Результат, как помнится, превзошел все ожидания. Лист стал одним из великих музыкантов своего времени. Хотя кто сможет с полной уверенностью утверждать, что для становления музыканта невозможен другой путь? Лауреат международного конкурса имени Чайковского пианист из Великобритании Барри Дуглас признавался, что ленив по натуре и никогда не занимался в день больше четырех часов. Говоря об Ольге Казянской, следует уточнить, что одно из ее главных стремлений это сделать так, чтобы классическая музыка становилась доступной для всех детей, с которыми она работает. Сейчас многие сознают, что умение понимать и ценить хорошую музыку – это существенно. Не в первобытном обществе живем. Но мало лишь сознавать это. Еще важнее что-то конкретное сделать. К примеру, как Ольга Казянская, взяв за основу классический репертуар, добиться того, чтобы дети влюбились в эту музыку. Наверное, не в ущерб своим принципам и степени творческого развития, для музыканта важно, чтобы его понимали. Ведь вопрос не праздник. Комфортно воспитанникам Ольги Казянской. Работают они немало, но с подъемом, с желанием, потому как на уроках все интересно, убедительно и по-доброму. И любят дети Вебера, Моцарта, Пергалези, Рахманинова не потому, что надо любить, а потому, что так чувствуют. Конечно, далеко не все ученики Ольги Казянской, и скорее всего, немногие в будущем станут профессиональными музыкантами. Не в этом суть. Важно, что с детства эти ребята, благодаря примеру своего учителя, привыкают относиться к музыке с уважением и добру. И те, кто умеет испытывать наслаждение от истинной музыки, это счастливые люди. Это люди, способные к творчеству, к радости, к любви. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА